Добрый день! Приветствую всех, кто зашёл на мой канал. Я сегодня хочу вам показать мою новую находку. В моей коллекции появилась новая тарелка. Как вы думаете, что на ней изображено? Но я-то посмотрела и тоже по названию определила. Называется она Weihnachtstelle или Christmas-Platte. И ещё её называют, то есть три короля святых перед своей целью. Им немножко осталось дойти. Вот это праздник трёх святых у нас в Германии празднуется каждый год 6 января. Он связан с Иисусом Христом, с Его рождением и приходом к Нему астрологов с Востока. Вот они идут. В католической и евангелической богословии данный праздник называется Епифания, что означает явление Христа в мир. Этот праздник сопровождается картинами новорожденного Христа в присутствии его матери, Иосифа и трёх царей. Раньше дети и взрослые переодевались, ходили, брали сделанную звезду и шли от дома к дому, пели песни, рассказывали евангелическую историю, собирали подарки. Но у нас и сейчас ещё дети ходят, иногда со взрослыми, но в этом году, конечно, нет. И они поют иногда и получают подарки ото всех. Ну, конечно, историю уже никто не рассказывает. Происхождение праздника относится к 3-4 веку нашей эры. Но это не совсем точно. И вот, то, что к Иисусу пришли астрологи, это больше легенда. Праздник был установлен в честь рождения Христа, а затем установлен как Рождество 25 декабря, совмещенный с праздником Возрождения Солнца. Этих три короля зовут одного Каспар, другой Мельхиор и Вальтазар, цари Волхвы, которые входили и приносили вести. Из сюжета Нового Завета пришли они поклониться новорожденному малышу, богомладенцию, следуя за Вифлеемской звездой, которая указывает им путь к месту рождения Христа. Найдя святое место в пещере, кровь и пристанище временные, они увидели младенца и Пресвятую Деву Мария и преподнесли ему дары. Один подарил золото, как новорожденному, как царю иудейскому, второй ладан, как богу сыну. Третье мира или благовоние, такое вещество, как спасителю. Но Волхвов в Ветхом Завете в свое время считали магами и астрологами. Христианство относилось негативно. Предание гласит, что иудеи и Волхвы были крещены апостолом Фомой. Они приняли христианство и они начали прославлять народы Востока и строить храмы спасителю. Но это я все из интернета взяла, все прочитала. Конечно, очень мне интересно, что эта тарелочка мне попалась, так это, после крещения, после Рождества. И мне захотелось прочитать историю всю эту, потому что мы празднуем часто праздники и не вдаваясь в глубину вот этой истории, да. Ну, конечно, сто процентов тут не скажешь, что это прям так и было, да. Она же обрастает потом со временем немножко выдуманными какими-то, например, там они были в пещере, а тут уже замок. Ну, это так художник видел. Ну, тарелочку, это нарисовала Шарлотта и Бельгельм Олет. Она, тарелка размером 23,5-24 см. Нарисована она в 1983 году. И посмотрите, она как хорошо все-таки сохранилась. Вот это золото, она нигде не поцарапана, все, видите, блестит. Смотрите, она их короны. Сейчас попробую, это немножко лампа тут светит, да. Сейчас я вам покажу ее. Ларец весь так тоже блестит золотом. Очень хорошо сохранилась нигде ничего. И это все-таки такой вот праздник, да. Надо ее, я так ее, сразу я ее не взяла, это тарелком. И, а потом, думаю, нет, надо взять. Потому что все-таки это... Интересно же это все знать, когда празднуешь. Мы столько лет живем в Германии, а я как-то не вдавалась никогда, что это означает. И это самое вот села и решила изучить. Ну, вот такая тарелочка. Теперь, конечно, я это буду помнить всегда, что они шли все-таки, можно сказать, крестить на крещение. Так, теперь еще у меня такая находка. Такая... Я уже одну большую квадратную такую коробочку показывала, в которой продавались пряники, да. Это тоже из Нюрнберга коробочка. Тоже продавались пряники. В ней лейп-кухон. Полкилограмма в 2005 году. Ну, она тоже уже пожившая, да. Но она очень хорошо тоже сохранилась. Внизу немножечко поржавела. Но самое интересное, что вот на ней указаны вот эти фотографии, или, так сказать, картины Нюрнберга. Вот он. Нюрнберг-Ауптштадт-Миттбург в 1800 году, да. Но тут оно немножко такое... Оно и не поцарапано, ничего оно так матово сделано. Так как немножко в тумане, да. Это центральная улица и вот этот замок. А вот тут уже почетче видно. Тоже замок, наверное, мост с другой стороны, может быть. Или это улица. Тут не описано. Вот теперь пойдем дальше. Вот эти между ними какие красивые эти. Золотом сделано. Вот такая часть замка. Или в городе, конечно. Эти каменные, это здесь очень много сохранилось. Вот этих построек каменных. Старые, древние. Они так всегда. Интересно на них смотреть. Прям чувствую, что это давно-давно построено. Ну, вот такая коробочка у меня теперь. Внутри. Видите, какая она внутри. Полкилограмма пряников. Тоже фирма Шмидт. Видно, даже по рисунку она такая же, как... Это большое сходство есть. Вот. Ну, вот такие у меня находки. Ну, я могу немножко еще показать вам, что я сделала из украшений. Вот такую подвеску сделала из пуговицы. Из оранжево-желтой. Там желтенький, как цветочек. И бусинки. Это такая подвеска. Теперь я сделала вот это из своей броши. Бусы агата. Листочек. Я вообще думала про эту. Хотела сделать, как березовый, из белых бус. И березовый листочек. Вот это. Ну, у меня нету бус. Сейчас же нигде ничего. Я делаю из того, что есть. Ну, это настоящий вот агат бусинки. Учусь плести вот такие. Это под кожу искусственное, с золотом. Такие плести эти, как называют, жгуты, да? Ну, их же тоже можно, если аккуратно их сплести, сделать туда подвесочки. И это модно. Такое носят у нас здесь. Еще если я сделаю из кожи, у меня кожи много. Ну, я буду учиться, потом вам покажу. Также я сюда вставила в подвесочку кусочек вот такого золота. И получилось вот такое сердечко. А, и его можно носить из серебряной цепочки, из золотой. Вот такие у меня в этот раз истории, поделки, находки. И я хочу сказать вам спасибо. Я была рада, что вы заглянули. Если вам интересна была моя история с тарелочкой, с коробочкой, напишите. Буду очень рада. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok